В эти дни родители с детьми успевают посетить огромное количество ёлок. Среди классических утренников с конкурсами и хороводами встречаются и креативные мероприятия, интересные для любого возраста, в том числе и родительского. Очень много сейчас мероприятий, очень много классных театр устраивают. И везде есть Дед Мороз, везде примерно одинаковая программа. Где-то чуть лучше актёры, где-то чуть хуже, но везде прямо вот так вот стандартно, стереотипно. И хотелось всё равно сделать для своих ребят, учеников и других детей праздник, но чтобы он был необычный, чтобы она у них не слилась в череде этих праздников одинаково. И нынче ничем не удивишь, и взрослых тоже, поэтому мы ждём каких-то чудес. Я считаю, что это не анти-ёлка, это супер-ёлка, потому что это очень полезно, очень развлекательно, очень увлекательно и создаёт такую замечательную атмосферу, необычную атмосферу. Праздник всегда есть праздник, деткам всегда интересно общаться между собой, быть в таком красивом помещении. Деда Мороза и Снегурочку на этом празднике не ждут. А вместо этого здесь можно вместе с ребёнком с головой погрузиться в творчество и создать аж три разные ёлки. Они будут творить во всех направлениях, они будут клеить ёлку и потом заберут её с собой, маленькую такую ёлочку. Они будут разукрашивать ёлку, раскрашивать в разных техниках. Вместе мы потом в самом конце её соберём, такую фантастическую ёлку. Они будут готовить ёлку и тут же её лопать. Мы делали ёлки, украшали их разом, делали съедобные ёлки. Это такой процесс, когда можно погрузиться и вместе с ребёнком потворить. Когда открыты больше возможностей, тем более праздничная атмосфера, такой замечательный пассын и всего этого, поэтому я решила побыть с ним. Но и так как организаторами выступили детская архитектурная мастерская, то и гости в основном юные архитекторы. Мне больше всего нравится на занятиях делать всякие интересные предметы. Поделку какую-нибудь делать. Ну там же можно, например, планшет рисовать, здание делать. Ну вот мне больше здания делать. Мне нравится конструировать здание. Я сам архитектор. Но единственное, что изначально мне казалось, что в таком возрасте заниматься архитектурой, наверное, ещё рано. В моём представлении это такое серьёзное занятие, узконаправленное, которое деткам, наверное, ещё рановато. Но когда я посмотрела, что делают детки в этой студии, посмотрела видео, посмотрела, насколько они легко и свободно креативят, поняла, что это точно нужно посещать. Архитектура расширяет чуть-чуть детское сознание. Они маленькие ещё, ей нравится конструировать, лего. Живёт в строящемся микрорайоне, поэтому интересуется стройкой, красотой. Больше единорогами. Больше единорогами, конечно, да. Ну и приобщаем к красоте. Я из единорогов буду, даже могу из единорогов, когда у меня миллион сто единорогов докопится, целый год сделай. И пусть эти сказочные мечты в новом 2020-м обязательно осуществлятся. И пусть придёт много других креативных мыслей, чтобы нафантазировать море других волшебных желаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова